дорогие друзья здравствуйте прошу прощения что чуть позже начала пошла ванную и зависла на зависла на порошке надеюсь видно мне вот супруг не выдержал прошел и подписал балдею с этого порошка действительно что должно быть с утенком вот его глаза поближе чтобы такое лицо нарисовать на порошке детском поясенок явно что-то здоровое больше я думаю не будем покупать это я к тому что иногда пойдешь за какой-то предмет глазами зацепишься и все завис ты потерялся так скажем а муж у меня с потрясающим чувством юмора мне очень повезло это чувство юмора ведет нас по жизни и обучаюсь у этим вещам всяким разным милым и в общем удается сохранять свое психическое здоровье в аккаунте magic woman lifestyle с instagram сейчас у меня маска на маске кокошник древний такой русский головной убор который использовали женщины и специально надела щечки тут ни при чем они зря накрасили вот кокошник красивый хотела показать так выглядят на самом деле конструкции тонкого плана на youtube к сожалению показать не смогу но вот можно будет потом зайти на мой аккаунт instagram на личный аккаунт и посмотреть как эти конструкции выглядят на самом деле на тонком плане они такие же красивые такие же детальные такие же так скажем информативные если смотреть на них и понимать для чего такие кокошники в принципе одевались я сейчас маску эту не буду с аккаунта убирать потому что уже так скажем не до этого надо передачу вести ребят что вы присоединяетесь я там помахать не буду вам нажимать потому что надо работать хочу сразу поблагодарить если я не ошибаюсь одного молодого человека который посоветовал нам стриминговый сервис это когда ставится одна камера и с единой трансляции в разные так скажем социальные сети перенаправляются потоки чтобы люди могли смотреть им не нужно было поворачивать голову и каждый раз спрашивать слышно ли видно всем нажимать приветики мы изучаем этот сервис столкнулись с тем что сервис запрашивает полные права на управление например нашему аккаунтом на youtube и мы себе представили что например у сервиса какой-то глюк и он может просто удалить все видео и что-нибудь сделать с аккаунтом чего бы нам не хотелось чтобы он делал поэтому мы сейчас задумались и ищем варианты ищем различные способы как не давать полные права и как сделать наше общение безопасным у меня почему-то просто выключилась камера друзья я честно говоря не особо понимаю что вообще происходит здесь я думаю что мы сегодня с так скажем темной камерой поработаем потому что переделывать трансляцию уже нет возможности она просто отключилась я ничего не могу сделать к сожалению технических специалистов нет рядом она просто перестала работать microsoft давайте перейдем к вашим вопросам ну будете смотреть на youtube сегодня черный квадрат я думаю что никто не обидится доброе утро если представить что рч самолет куда он собирается приземлиться пункт назначения ваш личный пункт назначения если это не секрет и его спрашивает рину знаю давно здравствуйте здравствуйте про кокошник рассказывала в первые минуты как началась трансляция потом пересмотрите будет интересная информация по устройству конструкции тонкого плана это тем кто только присоединился в инстаграм ирина вас знаю поэтому скажу то что смогу сказать но много говорить не буду потому что бог устроил все так что есть силы которые создает этот мир есть силы которые разрушают этот мир и вот любой среднестатистический человек живет в этом диапазоне и если я буду давать много информации о своих целях и планах то активно подключиться те силы которым не нужно чтобы я эти планы воплощала многие называют их там дьявольскими многие называют их еще какими-то страшными словами я бы не говорила эти слова потому что это силы без которых невозможен наш мир то есть они нужны для того чтобы всегда была тенденция динамика развития то есть что-то вы хотите делать и что-то вам мешает это делать и что-то вам помогает это делать то есть так создан наш мир поэтому много болтать я не буду потому что я хотела бы заниматься осуществлением своих целей а не борьбой с теми кто будет заниматься своим саморазвитием так скажем мешаем не их осуществить я вам такой пример расскажу мы прилетели к одному мастеру заниматься физической подготовкой особого типа так скажем в абхазию и нас прилетела группа шесть человек это те люди которые находятся на реконструкции уже не первый год и к нам подходили люди и спрашивали кто мы такие и чем мы занимаемся то есть там человек наверное было 30 40 сложно сказать сколько я не считала как насколько большая была группа и нас было шестеро подходили не раз и не два и подходили разные люди говорили что мы очень отличаемся от других людей мы спрашиваем чем отличаемся они говорят лица светлые энергетика другая и вот вообще поле которое окружает людей одно другое я то знаю что они имели ввиду но им сложно понять что на самом деле они хотят хотели бы сказать потому что они могут выразить только теми способами которыми они умеют например вот они видят что у нас светлые лица а что у других лица не светлые что должно быть с нами и что должно быть с окружающими людьми вот в той группе 50 человек причем туда приехали не алкоголики не наркоманы туда приехали люди которые занимаются физической подготовкой или которые хотели бы активно начать и заниматься то есть это так скажем так называемые ищущие и ира если в двух словах сказать есть два типа эволюции есть эволюция постепенная то есть каждый день вы что-то делаете что с вами происходит вы в силу своего понимания работаете с этой информации и как-то живете свою жизнь а есть тип эволюции который называется борьба со злом в себе подчеркиваю борьба со злом в себе прежде всего и я использую этот тип эволюции то есть то что например среднестатистический человек может перестроить там за 500 лет можно перестроить за 100 только этим надо профессионально заниматься так вот люди которые приехали со мной на занятия вот к этому мастеру в абхазию это были люди так скажем с перестроенными системами тонкого плана то есть это уже люди следующий раз и следующего поколения я не могу сказать что я взмахом ресниц могу перестроить любого человека так что он перейдет в следующую расу и будет тем самым так скажем следующим поколением которое будет жить золотом веке нет но я могу очень ускорить этот процесс то есть я не божество которое делает все взмахом ресниц а человек который изучает себя изучает свои способности изучает свои возможности расширяет горизонты и могу сказать что могу запустить этот процесс с другой скоростью эволюции человеке который которому интересного те техники те методики тех технологий которые я у применяю я не буду говорить ира о конкретных целях которые я преследую потому что мне не нужны и люди которые будут в противовес мне осуществлять свои собственные цели то есть сделать так чтобы я не осуществила свои я уже рассказывал что это нормально я просто знаю кто это делает и поэтому чем меньше как правило информации говоришь тем меньше они тобой заинтересованы я лишь могу сказать что на данном этапе можно починить практически любое заболевание на любой стадии без единого медикамента единственное что я не занимаюсь травматической медициной то есть если у человека там оторвало руку ногу или голову то я этим заниматься не возьмусь потому что это не моё не моя сфера хотя я думаю что если бы я испытала к этому действительно интерес такой глубокий то я технологию знаю но я не хотела бы этим заниматься так скажем непосредственно потому что мне неприятно смотреть на кровь неприятно смотреть на это месиво которое там остается после подобных мероприятий с человеком и я не испытываю вдохновение не испытываю полета сложно испытать полет когда там человек умирает и кровь идет поэтому такие работы я не делаю и вот если ира вы подумаете о том что я могу делать то в принципе мои цели можно прикинуть я лишь двух словах скажу что я хотела бы предложить свои услуги как можно большему количеству людей чтобы они прошли свой путь не в памперсах когда им будет там 70 лет в каком-нибудь хосписе а прошли свой путь достойно и возможно даже обрели бессмертие почему нет если захотят конечно жить из жизни в жизнь в этом мире потому что у бога есть намного более интересные миры и не вот откровенно скажу не очень интересно здесь не очень интересно это мягко сказать если честно говорить совсем не интересно то есть здесь развиваются люди определенного уровня развития определенного типа сознания и не скучно то есть представляете например если бы на планете было несколько тысяч человек таких как я вот здесь бы мы занялись чем-нибудь интересным так я знаю что такие люди как я есть но они далеко так скажем и у них свои планы свои цели то есть я не думаю что они будут искать встречи вот лично со мной потому что если хотели бы давно уже нашли если бы им было интересно и если бы это входило в их цели ир поэтому не секрет планы но ты можешь представить себе чем я буду заниматься я бы просто не хотела это озвучивать живатма есть некое понятие у приверженцев славянство это что на ваш взгляд знаете ребят мне в последнее время но не обвиняют пишут лена ты почти ничего не рассказываешь все твои ответы обтекаемые все твои пояснения выслушал и как будто и не слушал ничего или выслушал ничего не понял понимаете я не могу много рассказывать потому что чем меньше я говорю и заметила тем легче мне живется я вот готова конкретные ваши вопросы разбирать например как знание того что есть живатма поможет вам решить какой именно вопрос я готова на эти темы говорить рассказывать что есть живатма на самом деле не бы не хотелось потому что есть те мало адекватные люди которые которые будут пользоваться этим знанием для того чтобы увеличивать зло а мне нужно чтобы баланс зла и добра сохранялся а не было так что баланс зла такой что на улицу выйти страшно поэтому вы с пониманием относитесь пишите конкретные вопросы которые вы хотите решить с помощью этого знания я буду помогать вам решать конкретные вопросы они загружать вас информацией которая вам возможно никогда не пригодится давайте я буду от каждого человека пытаться по одному вопросу ухватить а потом возвращаться уже к вопросам множественным вопросам которые задал один человек антон спрашивать здравствуйте что делать если соседи алкаши не дают спать разговоры с ними и вызовы полиции участкового не помогают третий год два варианта есть первый вариант это развить свое сознание до уровня людей следующей расы это процесс долгий и не простой но он ясен в личном не ясен и могу обучить как это делать приходите на проект реконструкция все условия на нашем сайте и будем заниматься этим сразу скажу что процесс затратный то есть нужно будет ваше время вашу энергию деньги и если вы хотите быстро если вы хотите например чтобы алкаши съехали и через полгода через год если вы хотите чтобы они съехали через пять лет нужно будет меньше денег меньше времени меньше усилий можно самому без проекта реконструкция пойти искать саморазвитие у других мастеров и там тоже будут сроки за которые алкаши съедут с вашего дома и второй вариант это поменять квартиру продать съехать даже просто оставить ее придумать как не можно использовать может быть под склад может быть какой-то офис для других людей то есть два пути магический путь когда вы сможете управлять сознанием алкаша и сделать так чтобы он просто собрал свои вещи вышел с дома и больше не возвращался или так скажем выйти из круга проблем отойти в сторону и заниматься своим саморазвитием или придумать что делать с алкашами потому что пока вы находитесь в этом поле вам очень сложно принять правильные решения потому что постоянно идет атака так скажем от мало адекватных людей которые принимают вещества и изменяющие их сознание вы их называете алкашами виктория спрашивает как уберечься от коронавирус коронавируса нужно понимать для чего и кем он был создан я не беру людей потому что люди проводят интересы тех кто людей создал поэтому давайте поднимемся на самый самый верх и подумаем что могло толкнуть тех кто коронавирус так скажем изобрет на самом деле кто управляет его распространением обратите внимание какая нация заболела изначально и подумайте что такое коронавирус паразит который убивает то что может убить паразит всегда убивает только паразита потому что это их паразитические разборки глубже уходить смысла нет потому что опять скажу то что будет мешать мне заниматься моей деятельностью то есть придется общаться с людьми которые имеют противоположное мнение или предпринимать меры чтобы уберечь так скажем свое личное время которое у меня не бесконечное от разборок с теми кто сильно недоволен тем что я говорю то есть если в двух словах сказать обратите внимание с какой нации все началось и подумайте не является ли не это нация паразитической нации на теле планеты помните что любая эпидемия это экскаватор который гребет всех кто рядом находится поэтому если вы посещаете масса места массового скопления людей и работаете где пересекаетесь с людьми из нации откуда пошел коронавирус то этот экскаватор может загрести и вас то есть будьте аккуратны потому что у него нет у этого вируса нет конкретного и конкретной цели уничтожить какую-то одну нацию он цепляет все что может зацепить и убивает все что не может развиваться поэтому будьте осторожны и будьте аккуратны не ходите и места массового скопления людей соблюдайте гигиену и расширяйте свое сознание развивайтесь узнавайте и каждый день что-то новое кто у кого же очень назрел этот вопрос могу сказать что если нужна помощь обращайтесь но пожалуйста не надо бегать и рассказывать обо мне всем своим знакомым потому что я всем помогать решать вопрос коронавирусом не возьмусь меня есть свои личные планы и цели и массовые эпидемии не то чем я хотела бы заниматься поэтому будьте аккуратны но если с вами приключилась сия беда приходите я делала подсчеты сколько мне понадобится лекарств тонкого плана напомню всем что я не использую никакие химические вещества для помощи людям но я использую определенные типы энергии которые стоят денег и я беру их из специальных хранилищ и я беру деньги у людей потому что эти лекарства стоят денег я делаю расчеты среднем среднестатистическому человеку понадобится 250 тысяч рублей можете переводить их валюты где вы живете в странах самостоятельно чтобы решить вопрос при условии что этот человек изменит свою жизнь а не будет завтра снова бегать по стадионам или ездить по местам где этот вирус легко очень подцепить заново здравствуйте куда идет энергия при просмотре видеороликов на ютьюбе есть такая цивилизация у бога называется она техническая давайте так назовем у нее другое название но вам слово будет понятно и техника нужна для определенных целей в определенные периоды жизни некоторых цивилизаций я не говорю про нашу я говорю вообще потому что у бога очень большое количество миров и там бог не один есть разные боги то есть миров у них еще больше если понять что бог не один и их много богов и техника используется в мирах для разных целей но могу сказать что для существ нашего типа этот тип техники он не подходит он не нужен он убивает каждого из вас ежедневно излучениями с экранов смартфонов с экранов компьютеров из-за этого стареет ваше лицо появляются морщины я не говорю что нужно выбросить сейчас всю технику и сесть дома смотреть бесконечное пространство как падает снежок но хочу вспомнить свое детство когда когда не было ни смартфонов когда был один телевизор на всю деревню могу сказать что мы тогда больше общались и больше узнавали о мире друг от друга то есть отношения были крепче ситуации были интересны более интересные в которые мы попадали то есть я помню свое детство еще без смартфонов и могу сказать что хотела бы детям своего своим детям такого же детства так вот цивилизация которая создала для нас технику по причине того что мы утеряли свои способности и не хотим их развивать потому что никакой смартфон нам не нужен и телепатия это очень простая вещь и предыдущая цивилизация я имею ввиду развитые цивилизации они те которые стали между собой драться делить планету и поубивали друг друга они все были телепатами и на самом деле развитие способности не так сложно нужно просто их разбивать на проекте реконструкция мы занимаемся подобными вещами не быстро но занимаемся зависит от тех людей которые приходят на проект потому что кто-то осваивает технологии достаточно быстро а кто-то кому-то нужно время определенное так вот цивилизации которые создают эту технику они берут за пользование ей свои так скажем деньги на тонком плане с энергетики каждого из вас и могу сказать что деньги эти сильно не маленькие если бы вы знали на самом деле сколько они берут за пользование смартфоном компьютером там посудомоечной машиной и всякими разными другими вещами вы бы сильно удивились а я думаю что многие из вас просто перестали его пользоваться техникой потому что вы поняли сколько месяцев а то и лет из вашей жизни вычеркивается просто потому что вы платите цивилизации за пользование смартфоном или компьютером то есть берут они деньги и берут большие то есть ваши энергетики они забирают жизненную энергию это как плата только для того например чтобы мы могли провести с вами вот эту интернет трансляцию это очень недешево так куда идет энергия если я смотрю youtube создателям youtube а создателям канала создателям видео она идет той цивилизации которая создала вообще технику а youtube или контакт или что там инстаграм это уже сопутствующие так скажем под 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 организации которые платят тем кто технику создал то есть там все друг другу платят это как вот бизнес если нарисуете какую схему как торгует какая-нибудь фирма то поймете потому что фраза как наверху так и внизу ее никто не отменял и как отличаются просмотр развивающих роликов от бесполезных но если уже пользуетесь техникой вы хотя бы используете ее на благо то есть смотрите то что сподвигнет вас к развитию например если вы смотрите ролик по приготовлению здоровой пищи то понятно что вы пойдете ее готовить и ваше здоровье будет лучше а если вы смотрите какое-то очередное мочилово типа компьютерной игры где всякие стрелялки и люди убивают и развивают вас агрессию жестокость ну понятно потом дети хватают пистолет и идут школы и расстреливают учительниц или с ножами там бегают и одноклассников своих убивают то есть вот так они отличаются Денис привет Денис здравия многие мои друзья в панике от коронавируса какие рекомендации можно давать людям и средства безопасности Денис рекомендации общие не бывать местах массового скопления и соблюдать гигиену тела и души но буду с тобой откровенно сейчас я сказала знаете как будто посмеялась над людьми потому что никакой никакая гигиена и никакие сидения дома не убережет вас если у бога стоит галочка этого человека надо забрать ну бережетесь вы от коронавируса ну выйдите случится какая-нибудь другая неприятная вещь на улицу то есть здесь надо понимать для чего он вообще существует эпидемия заберет с планеты все паразитическое что не может развиваться и разрушает планету и это не последнее что там задумано потому что начался тот самый апокалипсис о котором писали в книгах добро пожаловать друзья в реальный мир поэтому Денис люди и ты и я и люди которым ты хочешь помочь получат все свою карму я бы предложила начинать с изменения мировоззрения этих людей потому что если мировоззрение у человека не паразитическое вирус вряд ли его затронет только если он сам например не будет специально и намерен находить место где этот вирус распространяется то есть посоветуй своим друзьям все что советуют уже в различных соц сетях соблюдать гигиену не бывать местах массового скопления и заниматься своим саморазвитием для некоторых людей я понимаю мой совет может выглядеть как насмешка потому что они не понимают как их как это может уберечь их никак то есть есть какие-то шансы что вас это убережет от вашей судьбы используйте этот шанс если хотите более глубоких шансов то вот я лично никого не могу вам посоветовать приходите на проект реконструкцию у нас создан сделаем все возможное чтобы с вами не произошло ничего страшного как отказаться от алкоголя за компанию на свидании по праздникам так отказаться сказать что я не принимаю вещества разрушающие мое сознание скорее всего вы потеряете этих в кавычках друзей но здесь надо задуматься друзья ли вам люди которые навязывают вам свой образ жизни если вы сказали я не принимаю веществ которые разрушают мое сознание и люди говорят о молодец здорово ты там на своем интересном пути расскажи нам о нем или там не будут спрашивать о вашем пути а просто не осудят то да это хорошие друзья оставайтесь с ними друзьями тут вопрос не в том как отказаться от алкоголя а вопрос в том почему вы бываете среди людей которые занимаются разрушением своего сознания то есть что вас влечет в эти компании будешь там либо разрушайте с ними свое сознание ну вместе вы же друзья либо если не хотите разрушать свое сознание не разрушайте его просто скажите что я не употребляю эти вещества мне и без них весело там хорошо и приятно я бы с такими друзьями в кавычках не стала даже рядом сидеть просто развернулась бы и попрощалась если мужчина пьет может ли как-то женщина мотивировать или это бесполезно и лучше расстаться предпринимайте попытки я бы несколько попыток сделала и рассталась бы зачем рушить свою жизнь но если человек не хочет не хочет так скажем вставать на путь саморазвития вам зачем навязывать ему свою волю и разрушать его жизнь пусть он получит свою карму а вы получите свою карму если останетесь человеком который пьет и будете поощрять это бика пишет лена я сделал новую трансляцию на youtube все зависло ну ребят я так понимаю что трансляции на youtube сегодня не будет ничего страшного договорю хотя бы в инстаграм ребят в инстаграм переходите вот две трансляции сохранятся века я уже не смогу переехать потому что слишком вопросы пропадут с этой я не знаю если ты только скопируешь вопросы я я пройдусь по вопросам но я уже не до этого мне осталось 30 минут давайте уже пусть будет так ну значит это с youtube ребята что то это я к нашим техническим специалистам говорю значит надо что то делать потому что у меня написано в эфире у меня написано что идет трансляция доброго здравия хочу заниматься столярной деятельностью но не хочу рубить живой лес как будет распределяться моя карма если для своих работ я буду использовать лесовал и сухостой неживое дерево все будет с вами в порядке именно так раньше предки наши и использовали деревья но помните что были и ритуалы когда можно забрать и так скажем жизнь живого дерева например если какая-нибудь трагедия случилась или в целях безопасности то есть вам рекомендую эти ритуалы самому не проводить если не понимаете как используйте сухостой используйте вот пишите использовать лисовал надеюсь лисовал это не то что срубили другие якобы теперь это сухостой и если дерево упало его можно использовать если вы мастер любите делать эти изделия то конечно же они будут нужны и люди будут пользоваться этой мебелью или какими-то изделиями из дерева это здорово всем слышно елену у меня зависло все как у других ребят переходите в инстаграм сейчас идет трансляция с двух аккаунтов сейчас уже не будем разбираться я думаю что это с youtube что-то я говорила что они поменяли интерфейс именно поэтому мы долгое время пытались понять как у них там все работает вот у меня выключилась камера хотя у меня написано что трансляция идет секунды отсчитываются клетки тела чувствуют боль и радость значит тело целиком заинтересовано в правильном развитии человека если да то почему так сильно развиты инстинкты которые его тормозят на пути этого развития Вань я не считаю что инстинкты тебя тормозят на пути развития я считаю что инстинкты помогают тебе выжить в сложных ситуациях и это хорошо потому что были случаи когда люди прыгали через трехметровый забор если за ними гналась какая-то собака злая если бы у них инстинктов не было то они бы никогда не никогда бы не перепрыгнули через этот забор и бы съела собака просто инстинкты нужно контролировать вот этому мы обучаемся на проекте реконструкция ты спрашивай какие-то конкретные вопросы в наших внутренних чатах и я будем разбирать твои ситуации инстинкт это здорово тело заинтересовано в правильном развитии человека но тело это одна из оболочек которые не настолько развиты чтобы понимать основной замысел Бога вот например давайте честно скажем вам приятно там каждое утро вставать там в 6 или 7 утра или во сколько вы там встаете или в течение дня бежать на тренировочку быть там таким веселым тренированным я думаю люди думают о может чайку попить может книжку почитать ой опять попу тащить на этот холодный мороз то есть тело оно не понимает что тренировка сейчас пусть даже неприятно вот вставать ему выходить на холод даст ему в будущем шанс прожить дольше поэтому тело оно заинтересован но тело нужно направлять разумом оно для этого существует все в совокупности то есть одно тело бы не выжило если бы разума не было разум это следующая оболочка то есть разум понимает что нужно инвестировать свое тело для этого должно быть расписание для этого должно быть дисциплина вот как то так века ты мне лучше напиши прежде чем опубликовать прямой эфир когда закончится в инстаграме как я могу его сохранить потому что мы его хотя бы на ютюб разбестим если уж зависла трансляция 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 отвалилась вот пишут вот пишут Виктория предлагает спрашивают как смотреть трансляцию в инстаграм зайдите по ссылке и нажмите на кружочек с аватаркой люди пишут на какую аватарку нажимать выдает вход через пароль у меня нет соцсетей ну дорогие друзья я много раз слышу говорю давайте я вам вконтакте отвечу например человек пишет о фу там я вконтакте я не буду там аккаунту заводить инстаграм да зачем мне нужны эти там какие-то попы голых девок ребят если вы хотите общаться заведите эти аккаунты давайте общаться а если вы хотите общаться на своих условиях то у нас общение вряд ли получится потому что если вам не нужны аккаунты в соцсетях значит когда у нас прервалась трансляция не по нашей так скажем вине а по вине ютюб то вы не сможете подключиться к трансляции в инстаграм и это не наша вина а ваш выбор поэтому что могу сказать заводите себе аккаунты а на ваших условиях общаться у нас не получится я не просиживаю в соцсетях все свое время я отвечаю людям мы делаем посты делаем эфиры быстро переключаемся перед различными соцсетями когда что-то произошло вот сейчас проблема на ютюб мы раз переключились в инстаграм у всех есть аккаунты вот насколько я знаю Петр сейчас вижу аватарку в инстаграм я знаю что Петр не развивает свой инстаграм у него есть там просто аккаунт и если что-то случилось с ютюб он раз быстренько перебежал в инстаграм и смотрит там эфир прямой зачем Петру инстаграм спрашивается за тем чтобы в сложных ситуациях иметь возможность переключить свое внимание на другую площадку социальной сети у меня нет соцсетей заведите заведите ребят соцсети что могу сказать ничем помочь вам не могу вопросы заканчиваются хотя нет что называют духом в человеке этот вопрос я рекомендовала бы задать завтра завтра трансляция у Григория тоже в 11 часов по московскому времени надеемся что это не произойдет с ютюбом завтра если произойдет трансляция всегда идет в два аккаунта в инстаграм будьте готовы перейти туда и получать информацию из инстаграм завести аккаунт в инстаграме ребят это 30 секунд 30 секунд вашего времени чтобы не потерять бесценную информацию ну если не хотите инвестировать 30 секунд свое саморазвитие что я могу еще сказать вы говорили на предыдущих встречах о большой скорости выполняемых вами дел за счет чего или благодаря чему все люди созданы были богом для определенных целей и их конструкция тонкоплановая их тонкоплевые системы отличаются я так скажем в том мире откуда я пришла занимаюсь ремонтом и восстановлением тонкоплевых систем других живых существ то есть я ремонтный работник если можно так сказать трудящийся и у ремонтных трудящихся у бога очень высокая скорость это представьте если был бы робот машина такая которая ремонтировала бы вот все что у нас мире сломано то есть это робот который не спит не ест который просто занимается любимым делом круглосуточно ремонтирует работы ремонтирует все что взорвалось сломалось потерялось или что-то с ним еще страшное произошло у меня базовая конструкция такова для вас могу сказать что если хотите тоже большой скорости выполняемых вами задач то это все можно переделать приходите на реконструкцию все можно перестроить можно добавить конструктивные элементы в ваши системы но хочу сказать что скорость выполняемых дел она должна всегда соотноситься с качеством то есть не бывает большой скорости с плохим качеством точнее бывает но я не буду вас перестраивать если вы будете выдавать плохое качество то есть сначала нужно научиться качественно делать все дела в вашей жизни а потом можно увеличивать скорость и никаких других никаких других вариантов потому что если вы сейчас что-то делаете некачество например не можете быстро посуду помыть или квартиру так организовать внутри где вы живете что вам не нужно было ее убирать часами то есть если вы не можете организовать качественно свое пространство и тратить 5 часов на уборку или 10 то нет смысла увеличивать скорость этой уборки потому что сначала нужно учиться базовые вещи делать например организовать квартиру так чтобы ее уборка занимала час есть специальный принцип организации пространства когда уборка будет занимать мало времени если хотите как-нибудь о них расскажу то есть скорость имеет смысл только увеличивать тогда когда качество стабильное не меняется ну хотите могу вас перестроить приходите на реконструкцию и у каждого человека своя собственная цель своя собственная задача стоит в этом воплощении поэтому может быть скорость выполняемых дел не особо будет важна именно в вашем случае а например важна будет сложность выполняемых операций то есть я если взять существа которые живут и Г Rather выполняю достаточно не сложные операции с точки зрения Бога с точки зрения Человека это операции невообразимой сложности и как это вообще так можно подчинить любое заболевание на любой стадии для человека это сложно а для высокоразвитых существ мои операции это простые операции есть операции более сложные и тогда там не будет такой скорости например если Если Григория взять, который завтра будет эфир проводить, то он медленно делает работу. Но он делает работу высокого качества и большой глубины. То есть скорость операции не всегда вам, возможно, будет нужна. Хотя это здорово делать работу глубоко, быстро и масштабно. Может ли кто-то навязывать, показывать нам сны? Может, например, вопрос про алкашей был, которые живут в квартире. Сидят они там, на их сознании паразитируют демонические сущности. Конечно, они будут какие-нибудь вам ужасы внушать, если вы за стенкой живете с ними, на соседней квартире. И будут, чтобы вы пугались, чтобы вы расстраивались. И они будут подсасываться от того типа энергии, которые вы будете излучать. Могут. Но это не делают те, кто, например, хранители снов или те, кто вас создал. Это делают, как правило, паразитические существа. Старайтесь не жить с такими даже рядом, близко. Есть ли в масле, как вы показывали в последней передаче, перед каникулами самое полезное жмых? Зачем вообще выдавливать масло? Неправильно ли просто употреблять изначальный продукт? Полезен и изначальный продукт. Полезное масло, полезен и жмых. То есть нельзя здесь выделить, что более полезно. Покажу сейчас масло. И жмых. Вот это подсолнечное. Видите, сверху масло, снизу жмых. И когда мы его... Это сыродавленное масло, мы его сами выжимаем. И когда мы его употребляем, мы его вот так вот стряхиваем, чтобы жмых смешался с маслом. Потому что жмых очень полезен. Но я не могу сказать, что я бы выделила, что полезен какой-то одна составляющая. Полезно все в определенных случаях ложечка масла, в определенных случаях цельный продукт, семечка, в определенных случаях жмых, в определенных случаях все вместе. И цельный продукт, который вы высыпите в выжатое масло с перемешанным жмыхом. Для всего есть своя цель, как это употреблять. Конечно, здорово. Ну, это вам рассказал бы более подробно наш Петр, алхимик. Если, Петр, ты меня сейчас слушаешь, я знаю, может быть, поставишь себе заметочку и напишешь статью. Вопрос звучит так. Если в масле самое полезное жмых, в свежевыжатом масле, я напоминаю. Зачем вообще выдавливать масло? Неправильно ли просто употреблять изначальный продукт? Может быть, тебе интересно будет статью на эту тему написать. Ребята, у меня закончились вопросы, потому что... На Инстаграм пишут тоже нет. Ну, ребят, вот сейчас идет трансляция. Два аккаунта, я вижу множество людей, которые присоединились к трансляции. То есть, реально много людей. Поэтому могу сказать, что вам нужно разобраться, как работает Инстаграм. Вы пишете, уже нет смысла суетиться, скоро время передачи закончится. Вот вы написали это сообщение в 10.45. Создать аккаунт в Инстаграм 30 секунд. И вы бы в 10.46 уже могли бы подключиться к передаче. Кстати, сегодня 29.02. Люди пишут, улыбочки присылают. Ну, вот такая история. Весокосный год. И еще сегодня день февральский високосного года. Ну, я, честно говоря, не особо придаю значение таким дням или каким-то ситуациям подобного типа, потому что нужно конкретно разобраться в ситуации, что на самом деле произошло с нашей трансляцией, разобраться подробно, разобраться, что вообще случилось и почему все выключилось, почему у меня до сих пор трансляция идет, например. Ну, я вижу черный экран, а вы видите, что она зависла. То есть, что вообще произошло и почему вот так вот именно. Ребят, если есть вопросы, давайте в Инстаграм. Если нет, то поскольку у меня закончились вопросы на YouTube, то я тогда заканчиваю, попрощаюсь с вами. А хотя у нас еще есть 12 минут. Я могу отвечать на ваши вопросы. Давайте минутку жду, как перестать осуждать людей. Машенька, привет! Ребят, только не так быстро, пожалуйста, давайте, чтобы у меня вопросы не уезжали вверх, потому что мне... Не-не, остановитесь, остановитесь с вопросами, мне сложно их перематывать. Давайте, потому что их очень много. Вдруг, давайте, как избавиться от игрового... Ну, вот все. Все. Давайте. Машенька, ты старая. Как избавиться от игровой зависимости? Смотрите. Игровая зависимость – это демоническое существо, которое крепится у вас сзади вот здесь на спине, вот здесь. Это такой, как бы, осьминог. И он крепится прямо в ваш мозг спиной. И на самом деле это он заставляет вас играть. Потому что когда вы играете, ваше внимание течет в игру, и они там все бабки делят. Ну, то есть те, которые создали игру, получают бабки за вашей энергией, за то, что вы используете, например, компьютер или смартфон. И чтобы вас стимулировать, платить им свои жизненные энергии, потому что им же надо развиваться. А жизненную энергию из ниоткуда взять нельзя. Она из такой живых существ. И даром вы ее не отдадите. Продавать ее тоже нельзя. За это будет карма и вам, и тем, кто покупает. Как нельзя, например, продавать кровь. И различные органы своей телу тоже нельзя продавать. И вы для них это, знаете, как пиявка к вам присосалась, высосет всю вашу кровь, вы умрете, а ей наплевать. Она пойдет, другого найдет, и тоже будет высасывать из нее всю кровь. Главное, поймите, что то существо, которое стимулирует вас играть, вам, ему до вас нет никакого дела. То есть, ладно бы он еще заботился о вас, хорошо вас кормил, обувал, одевал или как-то еще помогал вам. То есть, свою скотинку пас, а потом бы ее на мясо зарубил. Но ему плевать. То есть, это очень неприятно. Ну, как это тебя просто пользуют, как туалетную бумагу или как... Какую-то тряпку, что ли, половую, которую помыл, по грязной, вонючей, выкинул, новую взял. Ой, для него никто. Ладно бы для него еще кто-то были. Он у вас высосет, выкинет, высушит и пойдет дальше. То есть, надо понимать, как устроен механизм. И дело вообще не в игре. Это просто такой интерфейс вам красивый нарисовали. Могли бы нарисовать вам... Ну, например, могли бы заставить вас бегать по улице и собирать камушки. И вы бы тратили на это свою жизненную энергию, и они бы тоже это высасывали из вас. То есть, неважно что. Им нужна ваша жизненная энергия. И они ее получают. Но вы-то хозяин сам себя. Вы можете просто сесть и поговорить с Богом, чтобы он убрал это демоническое существо у вас из поля. Только вы не должны больше никогда подходить к экрану. Как бы у вас это существо, которое Бог с вас снимет, не стимулировало извне вашей оболочки. То есть, нужно бороться с ним. Не будете бороться, Бог не будет вас очищать. Потому что зачем? Если Бог сделает такую работу и снимет с вас это демоническое существо, то вы снова пойдете, и оно снова на вас сядет. Потому что он сесть может за секунду. Его снять можно за секунду. И его посадить можно за секунду. То есть, если вы не решили бороться, то бесполезно, так скажем, пусть оно вас высосит и выкинет, и другого найдет. Ну, каждый получил свою карму. Могу помочь вам сама с этим вопросом. Вот, пишите. Но и напомню, что мы не помогаем никому, кто не прошел раскрещение. Потому что, если вы крещены, мы не вмешиваемся в дела церкви, вам нужно обращаться в церковный приход, за которым вы закреплены, для того, чтобы они помогли вам избавиться от игровой зависимости. То есть, вам придется еще пройти раскрещивание, если, например, я для вас эту работу буду делать. Либо говорите с Богом, он вас слышит. Машенька, как перестать осуждать людей? Маш, тут надо понять, какую цель ты хочешь достичь. Вот, например, человек сделал что-то, что тебе не понравилось. Давай подумаем, как это можно исправить. Первое, его можно осудить и думать, что ты как-то решаешь вопрос. Нет, осуждением вопрос не решается, потому что это атака на него, которую ты совершаешь. И по карме этот же человек должен совершить атаку на тебя. И еще, ребят, я хочу сказать, что трансляция в Инстаграм найдет ровно час. То есть, ровно час она, так скажем, отключится. То есть, вы все пропадете, осталось буквально 7 минут. Так что, просто будьте готовы к этому. На чем мы? А, человек сделал что-то, что тебе не понравилось. И ты осуждаешь его, а смысл. Давай лучше разберем, почему тебе это не нравится, и что можно сделать, в себе изменить, либо в этом человеке, чтобы тебе это нравилось. То есть, схема очень простая. Осуждением никакой вопрос не решить. Он не решается даже технически. Хотя я понимаю причины, которые толкают на осуждение. Тут еще надо разобраться, осуждение ли это, или просто обида. Потому что, например, молодековатный человек может наорать на тебя, поломать все твои конструкции тонкополевые, которые у меня сейчас, вот как кошник. Вот это так выглядит конструкция на тонком плане, на самом деле. Это одна из конструкций. Вообще-то это антенна. И представляешь, что ее взял, тут подходит какой-нибудь человек, и бьет тебя по этому кокошнику, это же живая конструкция, она вросла в тебя. Или взял, подошел, отрезал тебе ухо. Ну, это же больно. Понятно, что ты обижена на него. То есть, тут надо разобраться, осуждение это или нет. Если все-таки осуждение, или другая любая реакция, просто можно подумать, как с этими людьми не вступать в контакт, чтобы больше этого не повторялось. Твоя задача же что? Себе Бог показывает. Это человек опасен. Он вызывает у тебя вот такие чувства, такие эмоции. С ним не нужно общаться. Или нужно общаться так, чтобы он не мог тебе сделать таких повреждений. Осуждать других бессмысленно. Надо решать проблему, из-за чего происходит осуждение. И вот это интересный вопрос. Если хочешь, давай, приходи, поговори. Есть ли информация о том, когда завершится апокалипсис? Тогда, когда планету покинут все, кто не может развиваться, или кто мешает развиваться тем, кто развивается. А это уже личный выбор каждого человека. Потому что любой человек на любой стадии может отказаться от своих паразитических закидонов. И Богу не тогда не будет смысла очистить планету такими вещами. Доброе утро. Как лучше для животных жить в приюте или в хороших условиях в любви, но в квартире? Наташ, ну, по-моему, это очевидно. Приюты у нас ужасные. Были бы приюты хорошие, и, конечно, собачкам там бы было весело. Но приюты у нас на холоде, собак держат в клетках, не гуляют с ними частенько, у приютов нет денег. То есть они делают все, что могут, но они не все сильные, потому что государство не помогает. И, конечно, в этом случае приют или квартира лучше квартира. Нужно смотреть на квартиру. Если в квартире собачку собираются зажарить на шашлык, то, конечно, лучше приют. Поэтому очень много всяких разных вопросов возникает и к квартире, и к приюту. Нужно рассматривать конкретную квартиру и конкретный приют. Чувствую к ребенку... Так, нет, правильно поняла. Чувствую к ребенку минимум раз в день подсоединяются темные коридоры сущности. Как от этого избавиться? Нужно подробно разбирать вашу ситуацию, что с вами происходит. Вот вы чувствуете, что присоединяются темные коридоры минимум там два раза в день. Если у ребенка есть какая-то подселенка или какие-то темные сущности на нем паразитируют, они не будут подселяться два раза в день. Они сосут круглосуточно. Просто в два раза в день у ребенка могут быть приступы или припадки. И вы можете это подпределять, какого опять подсоединились. Они не подсоединились. Просто, например, они пожирают вашего ребенка и вот два раза в день они вырывают какой-нибудь лакомый, вкусненький кусочек из его тонкополевых систем. У ребенка припадок. Вам кажется, что они подсоединились. Нет, если демоны есть, они сосут круглосуточно. И тут возникает вопрос. Как это у ребенка появились коридоры? А вы куда, взрослые, смотрите? Эти какие-то коридоры или какие-то подселенки, они просто так ниоткуда не появляются. И ребенок с подселенками, он рождается у родителей определенного типа уровня развития сознания. Типа или уровня развития сознания. То есть давайте начнете с себя. Прежде всего посмотрите, что с вами не так и подумайте параллельно, как помочь ребенку. Потому что ребенок тут не то, чтобы сильно при чем. Никогда ребенок с подселенками, бывают родители более-менее чистые, а у ребенка проблемы. Но никогда не дадут ребенка с проблемами родителям, у которых все хорошо. То есть если у ребенка проблемы, однозначно проблемы есть у вас. Я рекомендую вам начинать с себя самих. Ну, ребят, я думаю, что все. Осталось две минуты. Мы все-таки справились. Вика, есть тут такая кнопочка, как сохранить этот прямой эфир, потому что я сейчас вижу только кнопку завершить, а потом будет кнопка опубликовать. Ребята, я вижу, что люди присоединяются, но мы уже заканчиваем. Осталось буквально 30 секунд. Вика, вот я сейчас завершу трансляцию на на Intelligent Humanity на основном аккаунте. Ребят, всем хорошего. И спрошу, что делать дальше. Так, завершаю. И вот тут завершить видео и отмена. Ну, хорошо, завершить видео. Дальше поделиться в истории и удалить видео. И вот сохранение вот куда нажать сначала на кнопку сохранить, а потом поделиться в истории. Вика, давай, помогай срочно. Или сначала поделиться в истории, потом сохранить. Наверное, сначала сохранить, а потом поделиться в истории. Ребята, подскажите, у меня две кнопки сейчас на аккаунте в другом. «Сохранить» и «Поделиться в истории». Какую? Надо сначала нажать, чтобы сохранить эфир. Нет, кнопка «Сохранить» есть. То есть сначала нажимаю «Эфир сохранить», правильно? «Сохранить». Хорошо, нажимаю «Сохранить эфир». Так. «Видео сохранено» написано. И «Поделиться в истории», правильно? Дальше. Надеюсь, что... Сохранила. Ага. Поделилась в истории. Всё, эфир ушёл. И я думаю, что мы сможем его как-то сохранить и, может быть, даже как-то, Вика, вытащить из сохранённых и расположить на YouTube. Подумай, пожалуйста, и вытащи эфир, который шёл на «Magic Woman Lifestyle». Я сейчас то же самое его сохраню. И мы его постараемся разместить на YouTube и разобраться, что вообще у нас происходит. И, Вика, напомни мне, скорее всего, у нас какое-то собрание, да? Я просто не очень... Напиши хотя бы время собрания, которое есть, потому что нам надо разобраться, что у нас произошло с эфиром. Такое больше не должно повторяться. Денис, привет! Ребят, ну, нажимаю кнопочку «Завершить эфир», потому что у нас последние 30 секунд точно не спасут. Всем хорошего дня! Напоминаю, что этот замечательный кокошник, который нарисовали девочки, это, на самом деле, конструкция тонкого плана. Не у меня, а вообще. Вот щёчки они, конечно, зря здесь накрасили. Ну, они хотели подсказку «Морозка», наверное. Ну, вот так выглядят конструкции тонкого плана. Кому интересно, одна из конструкций, потому что их там очень-очень много. И это антенна. Ребята, всем пока! Вика, напиши, пожалуйста, мне время эфира сюда, в чат, в Инстаграм. Я хочу понять, сколько у меня есть времени, чтобы не эфира. Встречи мы сегодня собираемся...